евгений виталич рассказываете что это у нас за остов или каркас или что это такое да это каркас мини фермы я не знаю макляк уже какой так иначе там макляк то есть макляк 6 базовая комплектация базовая комплектация и вот она на два яруса по две квартиры на каждом ярусе сейчас она это просто каркас с полами полы выполнены по системе золотухина видно да плоский шифер сюда сеточка и это все опускается вниз можно из-за три показать да то здесь скаты практически все вертикальные то есть ничего здесь не забивается вот здесь если ближе к покрытию дарова здесь никаких опорожков нет некуда здесь вообще зацепиться вот ходом да то есть здесь также вот видите все полностью вот она вот и здесь ничего все про все пролетает насквозь то же самое здесь внизу вы эти все они и легкосъемные необходимости демонтажа я даже не говорю для чистки для чистки приходится снимать при необходимости демонтажа это все вот они вот так они снимаются да то есть вынимаются сюда в рабочем состоянии они вот укладываются и чтобы они не заскакивали вот здесь посмотрите вот видите вот там на сетке вот загибчики такие у меня сделан вот это туда можно показать, его будет виднее, вот тут самое, вот здесь видите, вот она, вот она вот такая сделала, прямо на сетке загнута, одна ячейка в неё упирается, чтобы не елозило, и сетка не выпадает с той стороны, то же самое также, и шипер лежит, никаких дополнительных креплений не используется. Угу, понятно. Вот, вот эти, дальше всё, конечно, на её можно комплектовать, с навесным оборудованием, на весной оборудование, я сейчас сделал, всё универсальное, всё одинаковое комплектовать её можно как угодно и чем угодно, кто-то с сенниками, кто-то без сенников, кто-то с упores, кто-то без упores, кто-то поилки вакуумные, кто-то нипельные, кто-то вот с этого расположения, да, кто-то у нас сбоку то есть можно сенник хоть сбоку давайте сюда пройдем начнем с сенника то есть евгений виталий хочет сказать что сенник можно прилепить хоть сбоку хоть спереди хоть сзаду любой стороны ну давай вот наш сенник стандартный вот такой нужно обратить внимание то есть сенник если будете делать расположивать ячей 25 на 50 расположение ячей горизонтально это очень важно если вертикальные сделать зайцы все сено вытаскивает выбивает на пол когда она вот так расположена у них выбивать и и жили и то тяжелее то есть вот он пожалуйста его можно подвесить вот сюда да вот таким образом с этой стороны да вот он все на месте находится так вот ну естественно там можно подвесить да то есть на 2 этаж можно подвесить его вместо вот этой дверки датой открутить эту дверку да вот он тоже в этот поем встает сюда вот вот так вот он встает да ну понятно самое можно его с этой стороны пожалуйста да то есть какой стороны вам удобнее как вы будете комплектовать свою ферму как будете располагать эти да там было место ну да вот то есть вот ну давайте пока мы их повесим с задней стороны задней стороны так какая из них задней это ведут от нас от дому да вот так вот давайте мы эти сенники где-то расположим чтобы было видно как они находятся то есть наши стандартные комплектации вот у меня здесь три сенника простых для наши есть обозрение один сенник так называемый шагающий да чем он отличается от простого наличием просто всего вот такой вот качающейся сетки которая позволяет кролика самим взирашивать сено так уж так его добыть чтобы она не зависала сено что не зависала да то есть она проваливаться выедают они его полностью они вовнутрь не заскакивают здесь и мне как к сожалению да к счастью то есть плотно сеточки вот здесь видите то спал немножко под наклоном больше полутора сантиметров еще не получается никогда вот а так все его остальные размеры все они точно такие же то есть все это идет стандарте вот такой сынник как такой пожалуйста моего поставить так вот эти отверстия до опять же вот по идее здесь вот они пожалуйста можно установить наши о чем мы сейчас смотрели вот эти корма поилки да вот значит вместо таких у меня сейчас к сожалению нет готовой до отдал уже последнюю вакуумные поилки можно поставить простую кормушку вы ее уже видели да а с той стороны напротив ее ставится вакуумная поилка но когда мы ставим комбинированную вот такую у нас в необходимости дополнительной поилки отпадает и соответственно принципе мову работу сторону заглушить вот у нас получилось пусть это будет именно сторона или какая кормовая так ее назовем дата появится сено дается комбикорм и каким-то образом телефончик выключите и пойдемте на фронтальную часть или на часть где в общем-то в таком состоянии можно ее использовать допустим просто для откорма да но если мы хотим использовать ее для маточных под маточного поголовья чтобы здесь лежали да необходимо ее дооборудовать то есть вот видите вот эти места ставится вот такие загрузки у нас вместо поилок да сколько у нас поилка там уже есть то мы вот эти ниши наши закрываем они стандартные ту кормушку можно туда поставить эти наоборот туда ради бога а вот сюда мы ставим уже для навешивания маточников вот такие у меня есть тура заслоночки они тура заменяемые ее можно поставить тура куда угодно хоть на эту сторону хоть на ту сторону хоть с торца вот сюда пожалуйста вместо этой дверки вот как у алексея алексеевича цветкова у него маточники с торцов примерно такой же фермы да то есть она была поставить вот сюда и маточник соответственно здесь помощь отвертки снимать не будем вот как у этого как он миронова андрея далеко движение в руки брюки превращаются ну да вот кстати я не туда повесил вот видите отверстие у нас сюда да то есть это у нас правая заслонка не надо перепутать давайте мы ее поставим на место давайте вот она у нас правая вот отсюда вот эти различия в этих заслонках они есть правая есть левая по центру сделать не судьба сейчас объясню почему не по центру хороший вопрос про него не забыть вот дело в том что наши гнездовье так早 they're not to lose know that itấ section lot na suspect который самого вершинца нап offs вот видите наши гнездовье но ему они метку очку с одной вот с одной стороны той скрытых а когда заходит categories а где под на эту полочку когда он заходит тут через крепки вот она нет короче да так и по подумазывает одесетной страхи киндовать и creek на воду по узлу Pasasano а не сюда, накрольчат, а потом спускаются вот сюда. Поэтому доступ ей вот не здесь должен быть, и не здесь, а вот с этой стороны. И чтобы маточник был универсальный, я его делаю с той и с другой стороны. Вот смотрите, как это происходит. Когда мы вот вешаем вот сюда, вот маточник, да, берем мы его, вот он на эти крючочки вот вешается, да, видно там все? Все видно, да. Вот. Вот он висит на месте. Вот теперь давайте посмотрим. Вот. Крольчиха вот сюда заходит, да, на эту полочку, опускается. Вот здесь она кормит крольчат. И рожа, они находятся под полочкой. При необходимости какую-то там деятельность, не знаю, там закрыть, да, то есть это делается вот так, закрывается заслонка. Все, мы можем взять гнездо, унести его там в тепло. Если вот на Урале я так и делал, там минус 30, на улице не будешь смотреть гнездо, я его забирал, уносил в теплое помещение, там с ним что-то там, какие-то манипуляции проводил с крольчатами, да. Принесил обратно и вставил. Когда мы вешаем маточник вот на эту сторону, то гнездо мы вставляем уже вот так, да. Опять же, чтобы она у нас выходила вот сюда. Поэтому, видите, вот они сделаны разные. Понятно, да. Понятно почему, да. Вот. Значит, стандартной комплектации вот эта вот миниферма, она рассчитана на проживание двух крольчих. Маточник стандартный идет один, потому что его можно перевисить, я уже сказал. Хоть сюда, хоть сюда. А как на двух крольчих-то? Тут же четыре места? Вот сейчас, то есть, он рассчитан стандартный на двух крольчих. Вверху живут откормочники, то есть их дети. Поэтому здесь стандартной комплектации просто вот такая заглушка, да. Или, если кому-то нравится, можно поставить вот эту дверку. Вот такую, да. Она один в один по размерам точно такая же. То есть, вместо заглушки эту дверочку откручиваем, да. И сюда ее ставим. Вот. Чтоб было видно их, да, как они там бегают. Ну да. И получается, что вот внизу живет мамка, вверху доживают, там, до определенного периода уже ее дети отсажены от нее. Внизу живет мамка со следующими детьми. И вот этот круговорот налаживается. Два маточника, им не целесообразно, смысла нет. Ни к чему. Они все равно по очереди рожают, да. А маточник им нужен там буквально там на три недели. Больше не надо. А что по очереди? А если двоих одновременно покрыть? Вот. Ну, можете к покрытии одновременно сразу сорок, да. Ну да. Вот. Но вообще-то нормальная производство мяса, оно должно быть стабильное в определенных количествах, да. А не так, что сегодня вот у нас, мы сегодня покрыли всех крольчих, у нас сегодня тонна мяса, а потом, значит, четыре месяца у нас тишина опять ничего нет, да. До следующих пока это все дойдет. Поэтому вот, ну, конечно, кому если хочется, не вопрос. То есть можно, опять же, вместо вот этих, да, то есть, во-первых, можно сюда два маточника докупить. Если кто-то хочет сюда четырех девок заселить, точно такую же еще перегрузочку вместо вот такой ставим сюда, четыре маточника ставим. Ради бога, это уже дополнительная комплектация, как хочешь вот так комплектуй. Я как раз просто возможности пока рассказываю. Да, да, да. Да, и вот это как раз вот такая комплектация, она может быть как раз в маленькое хозяйство, которое не собираются зарабатывать на мясе кроликов, на кроликов хочется, да. То есть как раз можно поселить вот двух девчоночек сюда, и здесь выращивать себе мясо. То есть у вас там определенное количество значатин, и вот, скажем, недельку там много по поводу. Как раз, по крайней мере, эксплуатация здесь, в Краснодарском крае показала, люди уже отходят от сена, так как здесь, в общем-то, нормально порядок с комбикормом, и комбикормом с травяной мукой достаточное количество, то есть отпадает необходимость в сенниках, в связи с чем происходит следующее. То есть, коли отпадает необходимость в сенниках, да, то есть мы их, соответственно, убираем. Давайте сюда это видим. Мы убираем сенники. Они, как таковые, нам не нужны. В данной конструкции фермы. То есть это сенники убираем, если есть нормальный комбикорм с травяной мукой. Если есть доступ к нормальному комбикорму с травяной мукой, в принципе, я согласен с людьми, это, допустим, Валяк, у нас БГ-2, и так далее, они говорят, что нет необходимости совершенно. Потому что сено это все равно дополнительная работа, это дополнительные площади, надо где-то его хранить. Это вообще дополнительный мусор на ферме. И так далее. Когда мы от него уходим, то есть эти проблемы, они пропадают. И что получается интересного еще, помимо всех вот этих плюсов, да, здесь у нас, сейчас я вот эти сниму, получается то, что у нас задняя стенка фермы, практически превращается в настоящую стенку. То есть здесь отсутствует какое-либо навесное оборудование, вот, что позволяет ее ставить либо вплотную к стенке, да, какую-то, либо две фермы ставить спиной друг к другу, спиной друг к другу, что, соответственно, экономит пространство, да, вокруг фермы. А кормушки-поилки мы переносим вот сюда, где у нас маточники. Где у нас как раз будут наша рабочая сторона. Опять же, легким движением руки и руки превращаются в элегантные шорки. Так. Ну и здесь, смотри, сейчас принесу еще сюда две эти шкучки. То есть сюда можно установить гнездовье. Да. То есть вот, пожалуйста, мы ее превращаем вот сейчас уже на четыре девчонки. то есть возможность содержания четырех маточных девчонок. Маточники, сколько мы сюда повесим, четыре или один или три будем эксплуатировать. Это не столь важно, можно все четыре. Здесь же у нас кормушки-поилки. А заднюю сторону мы также закрываем вот такими стандартными заглушками. На самом деле, кто и как и где в каком порядке их будут останавливать, это зависит от предпочтений хозяина, места, где он будет останавливать. Ну вот это, что дает, то есть вот, смотрите, получилась стенка. И когда мы их выставляем в ряд, и напротив их еще одну такую же, получается практически готовый шедр. То есть несущая конструкция вот этих стоек, она достаточно мощная для того, чтобы прямо на ферму без дополнительных каких-то столбиков или еще чего-то, делать опоры и делать навес крышу там какую-то, чтобы не мочила, шим, водичка нетепла и так далее. То есть получается готовый шедр и готовая стенка, которая не позволяет воздуху, ветру, какие-то воздействия в неблагоприятных погодных условиях, да? Ну да, закрытая стенка. Приятных кроликов. А здесь у нас получается рабочее пространство, где мы кормим кроликов, поим их, работаем с мальками, меняем маточники и так далее. Кроме того, то есть это вот, скорее всего, для приусадебного хозяйства. Кто-то, если более плотно хочет заниматься, то предусмотрена возможность дополнения еще одного яруса. Точно такой же, ничто в нем не меняется, он точно такой же. Единственное, ферма становится на 25 сантиметров выше, соответственно, ножки повыше, и вот здесь еще дополнительный один ярус. Это уже на любителя. Все навесно. Не понял, а как навешивается? Вот как сюда навешивать можно? Ну как, вы никак не навешиваете. Это... А, заказать можно? Заказывайте, да. То есть, это другой каркас получается. Да, каркас уже другой, не двух, а трех евро. Понятно. Наполняется еще один конус, там полы. Понятно, понятно. То есть, вот его можно посмотреть, вот он у нас стоит там, полуготовый. Давайте пойдем глянем. Вот он уже трехъярусный каркас. Угу. Ну, давайте будем высоту каркаса мерить Евгениями Витальевичами. Да, давайте серим. 38 попугаев там, да, это мерили. Человек невысокий, и рост у меня всего метра 72. То есть, вот я стою, у меня верхний ярус, вот видите, как раз вот так вот. Я достаю до задней стенки, я могу спокойно здесь работать. Нижний ярус, конечно же, здесь некоторые неудобства можно искусить, вот так, когда приходится вот так работать, да. Но когда здесь сидит, вот именно маленько, то есть, вот в такое положение вставать практически, ну, приходится, может быть, там раз в две, в три, не девять, для того, что там, вот мы и делали, когда работы пересаживали кранчат, выгоняли из баточника или забирали бабку, уводили ее на службу. Это на любителя. Кто готов быть с этим мириться, можно вот делать третий этаж. Кто не готов с этим мириться или у кого позволяют площади, да, вот этот третий этаж вам всего лишь позволяет сэкономить площади под кранчатником, да, или под навесом, или под крышником. Все остальное, вся конструкция всего этого хозяйства, она точно такая же, как на базовой модели на двухъярусной, все навесное, точно такое же, как на базовой модели на двухъярусной, ничего здесь ничего не менялось. А давайте тогда к базовой модели еще раз, вот встаньте рядом с ней, высоту мы померяем. Давай, вот. Ну вот, так. Ну-ка, работай на мой голову. На мою башкобашню и на мой голову. Я сейчас наделал, что она мне побольше. Ну понятно, да. Вот она вот. То есть здесь, грубо говоря, просто ножки подлиннее получились. Да, то есть здесь нож, высота этой минифермы стандартная по длине листа фанерного, он у нас 1525, но здесь 1520. Угу. Вот высота. А там, значит, еще надставочки, если посмотрите, их видно, да? 20 сантиметров. Вот они. Ну да, вижу. Вот эти надставочки, вот они на 20 сантиметров увеличивают высоту. Угу. Все. Ну вот, в общем-то, наверное, и все. Если не сказать, еще немножечко про систему паяния. Да-да-да-да-да-да. Значит, сейчас я возьму шланг, сразу же, чтобы... то есть мысль какой? То есть вода. Вы же видели, когда мы изготовили, то есть у нас они вот эти вот... Сама поилочка, да? То есть у нас, вы знаю, на самом деле, вот эти два у нас резьбовых соединения, они соединены вот трубочками, вот видите, вот так, да? То есть неважно в какое, мы должны подать воду в дно, она проходит через него, да? Выходит сюда. Дальше мы ее... Я это делаю вот так, вот таким вот, обыкновенный, почему-то же делаю, я стараюсь делать стандартные вещи, которые доступны, в принципе, в любом магазине, легко монтируются, да? То есть вот такие... Легко заменяемые. Да, легко заменяемые, То есть вот такие гибкие подводки, унитазы их там называют, там, или почему. Вот, то есть, выпустили, запустили мы ее вот сюда, да? В нижнюю. Угу. Вот. Она опять же прошла здесь, выходит сюда. Дальше, куда мы ее отсюда погоним? Можем ее поднять обратно наверх, систему. Да, если у нас здесь какая-то канистра стоит, или бочка с водой, значит, соединились бочкой, чтобы она сюда поступала. Это уже по месту там чего-то мотива кота водопроводной системы, значит, водопроводной системе через понижающий редуктор, в смысле клапан, да? Потому что, дипеля вот эти, если на него подать давление в три атмосферы, они практически перестают работать. Ну, как они, они-то работают, если... Продавить невозможно, да? продавить невозможно. То есть заяц их ему, язычком ему уже проблематично нажимать, поэтому здесь давление практически вообще не должно быть. Там, ну, 0,5, 0,3, да, вот такое, то есть практически самотеком, она прекрасно работает. Чуть побольше только давление, если появилось, да, то есть заяць, ну, проблематично нажать на этот шток, чтобы открыть клапан. Вот, значит, у меня для зимой, зимней эксплуатации вот этих приводчик, да, то есть я использую систему, ну, мы о ней уже говорили там где-то, да, или потом сходим, посмотрим. То есть я использую систему циркуляции, то есть у меня стоит на, то есть емкость с водой, обыкновенный бачок из нержавейки, в котором стоит клапан от унитаза, который заполняет эту воду, да, по мере ее убывания, и стоит обыкновенный циркуляционный насос, который использует в системах отопления, там, для циркуляции воды. Он гоняет эту воду по кругу, в том числе вот через это все хозяйство, и скажу вам, что при минус 15, даро без подогрева, эти ниперя не замерзают, до минус 15 они выдерживают так. При ниже минус 15, да и в общем-то и до минус 15 я рекомендую, конечно, подогревать, подогревать можно разными способами, можно в эту же систему где-то воткнуть любой там тэн, желательно с терморегулятором, чтобы кипяток не подать, то слишком горячая вода, наверное, на кролике амбулатора неприятно. Вот, я использовал китайские тэны с терморегуляторами, которые вставлял просто последовательно в цель, и также изготовил, уже испытал, значит, на основе любимого мною, значит, саморегулированного кабеля, хотя включал тоже так же его последовательно. Значит, по ферме пока все отдельно, потом я про этот час мы отойдем, я отдельно расскажу про этот нагреватель, как он здесь используется, но по ферме, в принципе, это все, как вы сюда подойдите воду, это уже вопрос отдельный, второй, то есть различные способы, можно просто канистру привязать, можно к системе, можно к кулону, можно еще чего-то. А давайте с обратной стороны еще посмотрим на эти поилки, как они выглядят внутри. Давайте. То есть вот у нас доступ. Вот таким образом. Здесь, это у нас там стенка неправильно стоит. Мы здесь поставим правильно. Опа, тут чек-клата торопился, да? Да. Да. Вот так вот она должна стоять. Вот она, ниппель. Ну да, понятно, то есть внизу кормушка. Да, да. То есть превосходно. То есть это у меня работает на ферме уже все. Классно, я не могу нарадоваться. И мальки, когда начинают выходить из гнезда, прекрасно дотягиваются до нее. И взрослые кролы, то есть прекрасно до нее тоже пьют. Многие, конечно, ему уже неудобно, он там шею заворачивает. Я не знаю, удобно ему или неудобно, но главное, чтобы он воды напился. А он воды напивается. Логично. Ну вот и все. Так, это значит у нас Макляк 6. Да, это вообще-то Макляк 6. Базовая комплектация. Да, многие говорили, Макляк 6, потому что она 6 метод. Я вместо, я говорю нет, потому что, в общем-то, ну действительно, 6 серия, то есть здесь много новшеств от теха, Макляк 4, Макляк 5. И вот уже вот в этой, Макляк 6 изначально сразу была на 3 этажа, но вот эту я сделал базовую на 2, и она все равно Макляк 6, потому что все элементы, которые в ней есть, они остались от той. Просто я трехэтажную сделаю, как это уже, ну вот действительно опцией. Потому что я считаю, что вот эта действительно, она самая такая вот, наиболее простая, энергоемкая, а третий этаж, это уже на любителя, у кого действительно, ну, тяжело с площадями, вот, или там серьезно хочет заниматься бизнесом, там уже ставить на 50, может быть на 100 кроликоматок, поэтому растягивать, допустим, там, то есть дополнительный этаж, он уже помогает на этом деле хорошо. А так, в данной конструкции я уже предусмотрел некоторые такие фишечки, которые позволяют не увеличивать габариты этой минифермы при транспортировке. В частности, как раз возможность установки навесного оборудования внутрь. Вот видите, вот у меня как раз на первом этаже они уже установлены внутрь. Это сенник. Да, вот он сенники, да. Вот он в таком состоянии, он в нормальном состоянии находится, да. А вот в таком состоянии, он в транспортном. Вот. Сейчас мы посмотрим, как это все сложно делается. Вот они вот. Такие, конечно, вы знаете, легкосъемные. Сейчас я возьму шуруповерт. А шуруповерт нам зачем? А вот, чтобы перевести вот эти два уголочка в транспортное положение. То есть, мы вот так вот икрас немножко ослабили, развернули в обратную сторону и обратно прикрутили. То же самое делаем здесь. Вот. То есть, берем, ослабили, развернули и обратно. Все. Сенник у нас готов к транспортировке. И обратно ставим его на его штатное место. Вот таким же очень сложным движением и закрываем. Все. Сенник у нас находится внутри. Угу. Сенник находится внутри. Габариты клетки остались прежними. Это все закрывается штатно так же. Все дверки. Давайте этот сенник тоже. Точно так же разворачиваем уголочки в транспортное положение. Все. Выставим его на штатное место. Извините, сколько. Его надо спрятать, да? Думаю, что он не подходит-то? Он же у нас уже в транспортное положение. Да. То есть вот. Вот так. И закрываем штатной щелкой. Вот с сенниками понятно? С сенниками понятно, да. Теперь у нас еще есть... так, с сенниками еще раз смотрим. Да. Все, за габариты ничего не выходит. Да. Вот он, пожалуйста. Он здесь у нас внутри. То же самое этот. Так. Все, теперь у нас осталось еще из навесного оборудования, габаритного, маточники и наши кормопоилки. Так. Так. с маточником все намного проще. То есть вот он вместе с гнездом укладывается. Сюда вот здесь, видите, у него есть такая вот уголочек-задвижка, да, для нижней заслонки. Угу. Да, чтобы он там сильно у нас не болтался. Где-то на неровностях дороги, да. Вот. Все. Значит, вот эти вещи все, да, то есть они как у нас есть, то есть всякие дверки и так далее, плоские, их нет смысла с ними ничего делать, они все в габаритах, это тоже все в габаритах. Кормопоилки. Здесь делается так, то же мы их вынимаем, да, прячем внутрь. Вот так же. Вот. И вот эти же уголочки, которые у нас штатные есть. Вот мы сюда вот так вот делаем. И здесь на саморезики ой, извините. Что-то у меня с левши как-то не совсем получается. Вот. Сейчас еще один возьмем. точно так же. Все. Зафиксировали. Да. То же самое делаем со второй поилкой. То есть можно ее поставить отсюда, убрав вот эту заслонку, да, время не мешало. Так же. наверх же, извините. То есть она ставится наверх вот сюда, потому что здесь у нас конус, да? То есть конус помешал. Да. То есть она ее у нас наверх так ставится вот сюда. Вот сюда, в это место. и так же мы здесь закрепляем по два саморезика, чтобы они у нас по дороге по клетке не скакали. закрыли. Вот в общем-то все. Все остальные, как то вот эти заглушки, они все остаются на своих штатных местах. Все они за габариты не выступают. То есть мы упаковали ферму вместе со всем навесным оборудованием. Габариты ее остаются такие же, как у каркаса. Угу. Ну, прикольно, да. И все так же легко это выковыривается обратно. Все легко обратно так же. Сейчас давайте где у нас его покрут. То есть покрепить его на место. Там мы делаем всего опять же несколько несложных операций обратных к тому, что мы делали три минуты назад. Так, рабочее состояние два уголочка. место. Все. Тоже самое со вторым. очень плотно почему-то получается ну потому что ведь меряете по линейке то же самое с этими среди ну и и тут все один саморез лишнее остается забираем маточник вместе с дверьем сразу установить на место это возвращаем нормальное рабочее положение вот где-то как раз это мы установим обратно девочку одну вот в общем-то наша ферма виталий скажи пожалуйста есть предел совершенства нет нет конечно снова чего-то там крутится я не люблю пока не сделал пока не испробовал зачем-то говорить да то есть об этом у него спугнешь ли вы потом не доделаешь а люди скат вот обещал вот а на самом-то деле да в голове много чего уже родиться в том числе на карандаше уже на бумажке что-то нарисовано но это потом отлично